Всем привет! Сегодня у нас будет пересадка орхидеи без субстрата. Вот так вот. Думаю, самая быстрая пересадка будет, но я надеюсь. Это орхидейка первая, кто у меня перешел на такую вот систему без субстрата в стеклянной вазе. Она цветает. Вот один цветоносик я уже обрезала. И вот второй цветоносик. Вот с одной стороны она уже сбрасывает цветочки. Этой стороной к солнцу стоит. И так вот получилось. Еще пару штук осталось. Длинный-длинный цветонос. Смотрите, какая розетка. И я постоянно боюсь, что она завалится и упадет. То есть на один бок я там уже камушки вставляла, подпирала ее. И когда она стоит на подоконнике, я тоже цветоносами ее закрепляю за другие орхидейки. Поэтому вот решила домик подобрать ей побольше. Совсем на чуть-чуть, не слишком огромный. Вот сейчас покажу. Там буквально на сантиметра два больше высота, даже может меньше. И по ширине вот совсем чуть-чуть. На сантиметр, на полсантиметра. Вот такая колба, такая вазочка. Эти камушки я хочу уложить на дно. Но посмотрю, как получится. Потому что если... Чтобы сильно высоко тоже ей не было. Корни растущие. Сейчас все хорошо. Вот так вот зиму тоже она перезимовала отлично. И я уже смотрю, она опускает цветоносик следующий. Сейчас покажу. Вот уже лезет следующий цветоносик. Этот, наверное, обрежу полностью. И что мы будем делать? Сейчас я залью полностью эту вазу водой. Чтобы корешки хорошо отошли. Ну, тогда включу уже. И покажу, как она выйдет из этой вазы. Легко нам получится эта пересадка, либо же нет. Ну, вот прошло уже больше часа. Орхидейка хорошо настоялась. Вот водой. Сейчас я разверну ее. Корни зеленые. Хорошие. И сейчас буду пытаться вытащить. Но для начала солью воду. Воду я слила. Камушек уже у меня слетел. И теперь пытаюсь вытащить вот этот. Но он прирос. Вот. Как прирос корешок. Так, а теперь аккуратно нужно попробовать. Аккуратно достать орхидеи. Листик. Так, тяну за цветонос. И тут у меня немножечко... Что-то пошло не так. Некоторые корешки хорошо отошли. А некоторые приросли вазе. Видите? И остаются там. Он сломался корень. Вот так вот. Видите? Ну, это небольшая утрата. Один корешок. Вот он. Я его отрежу. Ну и вот. Теперь хорошенько можно разглядеть корни. Хорошие, зелененькие. Корни есть немножечко вот с этой стороны сухих. Держу орхидеи за цветоносы. И вытаскивала за цветонос. За розетку побоялась. Вот. А за цветонос хорошо пошло. Вот такая вот корневая масса. Такой вот корневой ком. Сейчас пытаюсь аккуратно. Потому что длинные цветоносы мешают. Вот такие вот корешки. Вот так вот. И сейчас обрежу. Попытаюсь обрезать вот эти сухие корешки. И будем сажать в вазу побольше. И так. Так. Вот один корень. И что там еще есть? Там внутри, смотрю, еще глубоко. Есть еще один корень. Но я боюсь повредить остальные. Ну и вот такое количество корней я обрезала. Это все сухие корни. Они находились внутри. Старые корни. И случайно отрезала один хороший, здоровый корешок. Вот он здесь мне показался плохим. И вот такая вот корневая у нас осталась. Возможно, там еще что-то есть внутри. Но уже не ковыряю. Потому что поврежу здоровые корни. Будет больше вреда, чем пользы. Обрезала без камеры. Потому что очень неудобно. Цветоносы длинные. И я тут верчу ими во все полки. Побросая все цветы. Вот такая вот корневая. Хорошо, надеюсь, видно все. Корни хорошие. Вот так вот корешки выглядят снизу. Вот такая вот. Вот здесь тоже корешок отломался. Но ничего страшного. Вот и в принципе все манипуляции. Эта орхидейка у меня, по-моему, третий год уже растет. Вот так вот без субстрата. Плив у меня на дно горшочка. Где-то на полсантиметра. Зимой замачивала. А летом просто доливаю воды, пока не выпьет. Удобряю очень нередко. Развожу в воде и просто подливаю этой водичкой с удобрениями. И развожу в половину рекомендованной дозы. Вот. А теперь попробую разместить орхидею в новом домике ее. Я же хочу на дно камушки. Ой, как неудобно. Хочу камушки на дно. И не знаю, как мне. Видимо, не получится. Нет, еще есть. Ой. Еще есть пространство. Хочу камушки, потому что она у меня растет на бок. Это розетка. Я ее не хочу ровнять. Да ее и не выровняешь. Разве что распутывать все корни, переломать. И тогда можно, конечно, выровнять. Но мне это не надо. Потому что место, где она растет, она ровно не станет. Вот так вот она тянулась к свету. И ей отлично. И этими листьями она закрывает корни от солнца. То есть, если бы листики не закрывали корешки, они могли бы погореть просто. Так что я примерила. Боже, здесь еще тоже орхидейка цветоноса. И она у меня все запутывается. Вот этих два камешка хотела еще найти, но не нашла. Не знаю, куда я их поддевала. Наверное, куда-то уже кому-то подселила камушки. Пойдемся этими. Вот так вот хорошо села орхидея. Сейчас разверну, покажу. Вот и в этой вазе она более устойчивая. Вот так вот. Все хорошо. Еще несколько сантиметров есть и снизу, и по бокам. Ну вот, в принципе, и все. Наша пересадка закончена. Орхидейка в новом домике. Единственное, что я обрезаю еще вот этот старый цветонос. Срезаю полностью, потому что уже новый лезет из новой почки. Этот не нужен. Этот еще пока пускай будет, так как цветочки еще есть на нем. И этим цветоносиком я орхидейку зацепляю за другие орхидеи, за другие цветоносы, чтобы удержать, и она не упала. Хотя эта вазочка уже устойчивее, чем предыдущая. Так что вот такая пересадка. Быстрая. Единственное, самое долгое, это достать орхидею из горшочка. Ну и добраться до сухих корней, хотя их было совсем немного. Вот и все. Поливать я ее уже не буду, так как она сегодня хорошенько напилась. Была замочена. Вот. А полю уже через несколько дней. Три, пять, семь. Ну, где-то на недельки. Вот и все. Вот такая вот у нас была пересадка сегодня. А эту вазочку я использую для какой-то другой орхидеи, которая тоже растет без субстрата. Вот, возможно, у тебя она маленькая. Вот уже корешки проснулись, пошли в рост. У нее три цвета носика. Вот у этой орхидеи. Возможно, я ее размещу, вот эту вазочку. Хотя здесь корешки еще маленькие. А возможно, какое-то другое. Но мы посмотрим. Желательно, чтобы корни доставали до самого дна. Вот. Наверное, наверное, другое какое-то. Чтобы подливать водичку и корешки хорошо пили. Можно, конечно, и так. Но, в принципе, там очень много воздуха. Она будет очень быстро просыхать. И нужно будет часто поливать. Так что, наверное, что-то другое мы придумаем. Ну, а сегодня все. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok